Дмитрий Крикорьянц В него вошли 15 человек, набравшие наибольшее число баллов. В оступительном слове Дмитрий Крикорьянц обозначил цели и задачи молодежного правительства. Для вас это просто определенный жизненный опыт. Вы исходите из этого, что никто перед вами не будет ставить такие серьезные задачи. Но это будет просто очень хороший опыт, который в каждом по своей дальнейшей жизненной траектории умно пройти. И то, что вы выбрали этот путь осознанно и, так скажем, пришли сюда, поучаствовали в конкурсе, прошли этот конкурс. Я считаю, что это очень важная для вас точка, которая в дальнейшем позволит вам стать более профессиональными, в своей образце набраться такого хорошего политического веса. Молодежь бодро вступила в дискуссию, представила солидный пакет актуальных и креативных проектов и инициатив в разных сферах жизни. Все члены молодежного правительства сошлись во мнении, что в первую очередь необходимо организовать экологический проект. Многие предложили интересные идеи в сферах спорта, юриспруденции, цифровых технологий. Востребованными и своевременными показались инициативы, связанные с развитием образования, науки, культуры, туризма и гармонизацией межнациональных отношений. Чат-бод для молодых ученых, но в целом это платформа для информационного оповещения молодых ученых о имеющихся у них возможностях реализации своих научных проектов. Он такой универсальный, он одновременно связан с молодежью, с теми доступными средствами, которыми она привыкла пользоваться. Ну и также с закрытой, сложной сферой, такая как наука, которая кажется делом каких-то больших ученых, больших институций, позволяет сделать науку ближе к каждому. Мой проект заключался в создании образовательной платформы для молодых специалистов, вообще студентов, то есть не обязательно они могут быть юристами или как-то связаны вообще с юриспруденцией, но сам проект должен был быть направлен на передачу всех необходимых для повседневной жизни знаний в сфере юриспруденции. Мобильность и целеустремленность потребуются уже на старте. Срок работы второго созыва молодежного правительства остается неизменным – два года. Как реализовать проект в сжатый срок, рассказала Валерия Крахмальна, единственная представительница первого созыва, вошедшая и в новый состав совещательного органа. Мы имеем возможность их реально реализовать, потому что, во-первых, нас поддерживает Министерство по делам молодежи, а это уже огромная поддержка, которую они могут нам оказать. В том числе у нас есть профессионалы, которые занимаются грантовой работой и которые будут привлекать федеральное финансирование в наш регион, участвуя в грантах Росмолодежи, либо президентских грантов. И все эти проекты, которые мы сейчас обсудили, они на самом деле реальные, потому что финансирование под них мы сможем найти. Новая команда уже приступила к работе и активно взялась за разработку полезных для региона проектов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова